Согласно результатам выборов, опубликованным в американских СМИ, демократ Джо Байден будет избран на пост президента США. Он занимается политикой почти 50 лет. Байден предстал перед избирателями как защитник интересов рабочих, поскольку сам происходит из рабочей семьи. Вы кому не дают подняться, кого не замечают, о ком не думают, я баллотируюсь ради вас. Джо Байден родился в промышленном городе Скрентон, штат Пенсильвания. Он заезжал в родной город в ходе предвыборной кампании. Его отец зарабатывал продажей подержанных машин, но семья испытывала финансовые трудности. Байден получил юридическое образование и в возрасте 30 лет победил на выборах в Сенат от штата Делавер, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории. Он проработал на этом посту 36 лет, причем несколько раз возглавлял комитет Сената по международным отношениям. Наибольшую известность он получил, став вице-президентом при Бараке Обаме. Я буду соблюдать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Байден ранее дважды пытался баллотироваться на президентский пост от Демократической партии в 1988 и 2008 годах. В первый раз он вышел из гонки после того, как стало известно, что некоторые места в его выступлениях и студенческой работе оказались плагиатом. Вторая попытка также оказалась неудачной, однако в итоге Байден стал вице-президентом при Обаме, что сделало его популярной фигурой среди афроамериканцев. В нынешней предвыборной кампании Байден позиционировал себя как лидер, который способен объединить страну. Наша предвыборная программа отражает все разнообразие нашей партии и страны. Так и должно быть, потому что мы должны учесть каждого. Мы должны победить Дональда Трампа, и мы это сделаем, но нам не надо быть похожим на него. Нельзя устраивать бесконечную войну между двумя партиями. Амбициозная программа Байдена называется «Восстановим лучше, чем было». Основная цель – помочь американской экономике преодолеть спад после кризиса, вызванного пандемией. Программа предусматривает инвестиции в дошкольные учреждения здравоохранения и образования с целью создания трех миллионов дополнительных рабочих мест. Байден заявлял, что считает реформу здравоохранения своим долгом из-за собственной семейной трагедии. Его сын Бо Байден умер от рака в возрасте 46 лет, а первая жена и дочь погибли в 1972 году в автокатастрофе. Я считаю, что здравоохранение должно восприниматься не как привилегия, а как основное право, доступное каждому. В международной политике Байден планирует вернуть США во главу стола. Некоторые его взгляды на международную повестку стоили ему поддержки демократической партии, например, когда в 2003 году он проголосовал за вторжение в Ирак. В ходе нынешней избирательной кампании Байден дал понять, что хочет вернуться к соглашению с Ираном, заключенным в 2015 году. Оно предусматривает ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году. Байден – сторонник жесткой позиции в отношении России. Он осуждал ее роль в украинском конфликте и предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Байден хочет восстановить связи США с союзниками, ослабевшие из-за политики Трампа, который руководствовался лозунгом «Америка на первом месте». Байден говорит, что если надо прямо сейчас назвать главные задачи международной политики, то это заверить партнеров НАТО, что как только он победит на выборах, он им позвонит. В адрес Байдена, так же, как и его соперника Трампа, звучали обвинения в неподобающем поведении со стороны коллег-женщин. Одна из них даже обвиняла его в сексуальных домогательствах, что сам он категорически отрицает. Критиковали Байдена и за то, что когда он был вице-президентом, его сын Хантер занял пост в Совете директоров украинской газовой компании «Бурисмо». И Байден, и его сын утверждают, что в этом не было нарушения закона, однако Хантер Байден сказал, что с его стороны было ошибкой согласиться занять этот пост. В ноябре Байдену исполнится 78, что сделает его самым возрастным президентом на момент вступления в должность. Иногда он допускает нелепые ошибки, давая своим противникам поводу сомниться в его компетентности. Просто посмотрите. Я с нетерпением жду шанса помериться своими умственными способностями с умственными способностями моего оппонента. Сенатор от Калифорнии, ранее генеральный прокурор штата Камала Харрис, станет вице-президентом. Ее родители – эмигранты из Индии и Ямайки. Она третья женщина и первая небелая в истории США, баллотирующаяся на пост вице-президента от крупной партии. Инаугурация намечена на 20 января 2021 года.